В одном из последних видео на канале Караулов Лайф Андрей Караул затронул ситуацию в городе Мирный, где произошла в 2017 году катастрофа со всемирно известным карьером Мир, где велась добыча открытым способом, велась добыча алмазов, которые составляли в том числе гордость Алмазного фонда еще Советского Союза и сегодня составляют гордость Алмазного фонда Российской Федерации. Катастрофа произошла, как мы предполагаем, по вине, вернее из-за некомпетентности руководства компании «Алроса», которую возглавляет сегодня Сергей Сергеевич Иванов, более известный как сын Сергея Борисовича Иванова. Как и обещал Андрей Караулов, в городе Мирный сегодня работает наша съемочная бригада, которая снимает фильм о том, что сегодня происходит в Мирном, и что сегодня происходит с карьером, и главное, что происходит с людьми. Мы поговорим с нашим журналистом Валерией Поповой, который находится сейчас в Мирном, и узнаем, что называется, из первых уст информацию о ситуации в городе и о ситуации с карьером. Валерий, добрый день. Расскажите, что происходит сегодня в поселке, в городе Мирный, у того самого известного на весь мир рудника, как обстановка, как вам работается там, есть ли помехи со стороны местных властей или со стороны акционеров, владельцев и руководства компании, которая героически затопила у нас этот один из самых известных в мире карьеров. Как ситуация? Здравствуйте, Дмитрий. Да, действительно, несколько дней мы уже находимся в городе Мирный. Что я могу сказать? Наш приезд не остался незамеченным. Более того, конечно же, мне сложно сказать, кто именно ставит нам такие преграды в работе, создает, но, скорее всего, это какой-то руководящий состав, возможно, я думаю, местный в Мирном. Дело в том, что многие люди отказываются с нами общаться, потому что боятся. То есть в телефонных разговорах, как-то там, при встречах, они сильно сообщают нам подробности о сокращениях, о ситуации в компании, действительно очень сложной ситуации. И при этом они боятся показывать свое лицо, потому что многим в открытую говорят, что если вы будете общаться с командой караулы, то ваша работа на этом может закончиться. Я даже вам покажу, у меня есть скриншот, нам присылали из одной группы, где-то там, очевидно, это был какой-то чат в WhatsApp, где прямо скидывали фотографию Андрея Викторовича и соответствующее сообщение, что нужно делать, если вы встретите караулова в Мирном, даже такое. Но, конечно, немножко просчитались, потому что приехал не караулов, мы понимали, что ситуация будет развиваться таким образом, поэтому приехали мы, собственно, его журналисты, и нам удалось достать интересные документы, узнать очень много таких подробностей, которые компании скрывались. Конечно же, обо всем этом мы в ближайшее время расскажем в нашем фильме. Во-первых, руководство компании, очевидно, думало, что мы остановились в одной из местных гостиниц, не буду называть название, и поэтому там фактически нас чуть ли не караулили, вот как мне передают местные жители, с которыми мне удалось пообщаться. В том числе об этом говорят сотрудники АЛРОС в частных беседах. Я уже сказала, что запретили с нами общаться. Более того, вот сегодня мне стало известно, что уже даже служба безопасности обращалась в аэропорт, чтобы выяснить, в каком составе приехала съемочная группа, кто эти люди, когда мы приехали, соответственно, когда мы уезжаем и так далее, есть ли среди них Андрей Краул. Валерия, после ситуации с аварией на руднике Мирный, как обстоят дела с работой? Я знаю, это было не единственное предприятие, в городе существовали также и другие компании, которые были либо аффилированы, либо занимались обслуживанием этого рудника. Так вот, что сегодня происходит вообще с работой в Мирном, в общем, не только с теми, кто работал на самом руднике, но и остальными жителями города также? Ну, надо понимать для начала, что, конечно же, авария 2017 года на руднике Мир принесла очень серьезные такие негативные последствия, и многие люди остались без работы. Но это же не единственный объект АЛРОСа здесь. И вот здесь намного интереснее становится, потому что многие объекты закрываются, многие объекты терпят какую-то реструктуризацию и тоже находятся под угрозой закрытия. Все эти объекты принадлежат АЛРОСе. Вот сейчас в Мирном закрыли комбинат строительных материалов, ликвидировали Мирненский строительно-монтажный трест. Сейчас по МГОК сокращения идут. Также идет реструктуризация строительного комплекса. Сокращения идут по всем подразделениям. Есть еще недалеко город городского типа Айхал. Так вот там вообще, я боюсь, что людей точно придется переселять, потому что у них закрыли восьмую фабрику, или третью, если не ошибаюсь. Но эту информацию можно проверить даже на официальном сайте компании. И вот фактически полностью в Айхале ликвидировали удачинское отделение УКС, айхальский строительно-монтажный трест. Это тысячи рабочих мест. И вот сейчас еще у нас есть документ, также нам удалось раздобыть о том, что тысячные сокращения идут в компании. Ну и вот представьте, при населении 35 тысяч человек, фактически, если имеют место такие сокращения, то очень сложно представить, каким будет будущее города, кто здесь сможет остаться работать, если работы никакой нет. Ну вот сейчас еще что-то, безусловно, есть, но тенденция очень-очень печальная. И я боюсь, что в конечном счете это может привести к тому, что город просто придется куда-то переселять, если так все продлится. Как настроение людей? Что говорят люди? Как они себя ведут? Расскажите об этом. Люди, конечно, еще у них теплится надежда, что карьер мирный удастся вернуть к работе. Теоретически, возможно, измениться что-то есть, но на практике нет ничего, что доказывало, что это все идет в этом направлении. Валерия, вы сейчас делаете фильм. Когда он появится? Ну, я думаю, что сейчас у нас заканчиваются съемки. Есть еще несколько людей, с которыми мы хотим встретиться. Тоже появится интересная информация. Нам придет множество документов. И поэтому будут вскрыты такие факты, которые, я думаю, станут поводом, возможно, для каких-то служебных расследований. Фильм появится, я думаю, в течение недели. Следите за каналом Андрея Караулова. Все будет там. Ну что, спасибо большое, Валерия. Берегите себя. Возвращайтесь быстрее с материалом и приступайте к фильму. Я думаю, все будут ждать этот фильм и будет очень серьезный резонанс после его выхода. Спасибо вам огромное. Все, счастливо. Удачи вам. До свидания.